Зона проведения операций объединенных сил район Мариуполя. Донбасс-Реалии снимают работу одной из групп аэроразведки. День для полетов прекрасный, говорят бойцы, хотя погода далеко не главная помеха в их работе. По ту сторону линии фронта с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы на украинские БПЛА устраивают настоящую охоту. Они сейчас регулярно работают против наших птиц. В той или иной степени успешно бывает, им удается создать помехи. Стараются, у них есть приличное современное оборудование для этого. Крауч уверяет, самому терять летательные аппараты пока не приходилось, но с работой систем РЭП на передовой сталкивался уже не раз. Самое простое – это они давят частоту, на которых работает навигация, в надежде, что потерявшись в пространстве, птица перестанет выполнять задачу и либо будет потеряна, либо ее вернут домой. А это уже беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ. Комкоптер С-100 – дрон дальнего радиуса действия. Может пролетать до 160 километров. БПЛА осуществляет мониторинг по обе стороны линии разграничения – как днем, так и ночью. Вот кадры, снятые этим БПЛА 7 августа над оккупированной частью Донбасса. Беспилотник ОБСЕ фиксирует две колонны военной техники – всего 15 тонтированных грузовиков. Одна въезжает на территорию Украины из России в районе поселка Маныч в 70 километрах от Донецка. Вторая движется ей навстречу, и это далеко не единственный подобный инцидент. Миссия предоставляла отчеты, где указывала, что благодаря съемке с воздуха возле неподконтрольной части границы вела наблюдения за военными конвоями, которые двигались с территории РФ и по направлению к ней, ночью на участках, где нет официальных пунктов пропуска. Также представители ОБСЕ неоднократно заявляли о препятствиях, которые возникают в работе БПЛА. 27 октября во время очередного полета вдоль неконтролируемого участка границы где была замечена военная колонна, связь с беспилотником пропала, аппарат исчез. Поскольку эти беспилотники ведут мониторинг, то люди, которые пытаются что-то спрятать на этой территории, рассматривают их как угрозу. Они знают, все, что миссия увидит, будет обнародовано и указано в отчетах. И именно поэтому они пытаются мешать работе БПЛА. И тут есть два основных способа. Это электронные помехи, которые влияют на GPS-сигнал беспилотника, или прямые обстрелы. Электронные помехи, о которых говорит Хуг, результат работы систем радиоэлектронной борьбы. Они также попадали в объектив беспилотников ОБСЕ. Один из последних случаев – вот этот снимок, сделанный в 9 километрах от линии фронта. На фото новейший российский комплекс РЭП «Тирада-2», который, по сообщениям российских медиа, только в 2019 году начнет поступать на вооружение армии РФ. Это дает возможность для Российской Федерации именно использовать их на этих территориях и посмотреть, как они действуют. После того, как они используют, они делают определенные выяснения, как тот или иной способ используется, как он решает те задачи, которые на него укладываются, и, в целом, он исправдывает те деньги, которые были на него вытрачены. Среди замеченных миссий ОБСЕ на оккупированной части Донбасса комплексов есть и те, главная задача которых – именно противодействие беспилотным летательным аппаратам. А это один из немногих видеороликов, где фигурирует еще одна современная российская разработка – комплекс ТОРН. В сюжете телеканала «Россия-1» указано – используй технику для ведения радиоразведки. «Современный комплекс ТОРН, единственный за Уралом, способен почувствовать противника на расстоянии до 2000 км». Эта система также фигурирует в отчетах ОБСЕ, но впервые на оккупированных территориях ТОРН обнаружили участники волонтерского сообщества «Информнапалм» еще в 2015 году. Передовые позиции украинских военных в Луганской области бойцы демонстрируют «Донбасс реалии» и еще один результат работы российских систем РЭБ. Рассылку СМС-сообщений здесь называют информационной составляющей войны на Донбассе. «Пишет неизвестный абонент в том, что солдат против кого ты воюешь, кого ты защищаешь, тебя предают и тебя пустогают, как пушечное мясо на убой». В последний раз такие СМС-ки, говорят бойцы, приходили перед первым туром выборов президента Украины. «Это понятно, что это какая-то провокация, и кто такие СМС может посылать, если человек, например, купил телефон, у него сим-карту еще, даже мы не знаем этого номера, ему приходит такой СМС, но это же смешно. Естественно, мы игнорируем такие сообщения, стараемся вот эти номера сразу в черный список кидать, чтобы в дальнейшем такого не повторялось». Эксперты заявляют, такие возможности есть у комплекса РЭБ Лэйр-3. Вот он на полигоне бригады радиоэлектронной борьбы Западного военного округа. А это такая же система уже на эксклюзивных кадрах Донбасс-реалии, снятых на заводе ТАПАС в Донецке. «Он фактически выявляет вокруг тех станций стильникового звезда, которые работают в отдельной соте, он выявляет эти мобильные телефоны. И после этого, по определенному сигналу, он придушивает эти сигналы в этих сотах. В состав комплекса входит российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Украинские военные неоднократно сбивали эту технику над своими позициями вблизи линии фронта на Донбассе. Подбивиться там, чтобы ничего не было поря. В ОБСЕ сообщали о семи разных типах современных российских систем РЭБ, которые удалось зафиксировать на Донбассе. То, сколько было использовано боеприпасов, а также количество оружия, которое было зафиксировано в сочетании с трафиком через неконтролируемую часть российско-украинской границы, позволяет предположить, что вооруженные формирования должны иметь сложную систему снабжения. И это не просто умозаключение. Эти слова базируются на фактах. Системы РЭБ позволяют влиять на каналы связи между военными. Как объясняют эксперты, это один из главных аспектов ведения боевых действий. Развивать собственные средства ведения радиоэлектронной борьбы в Украине стали только после начала войны в 2014 году.